Что там внутри? Какая уникальная вещь? К какому периоду? К какому веку? И тут опачки, зеркала. В Алтайском краеведческом музее сравнивают привезенные экспонаты с новогодними подарками. Уж больно похож процесс распаковки своей неожиданностью. Одна вещь любопытнее другой. Здесь украшения, доспехи и предметы быта. Им больше двух с половиной тысяч лет. Принадлежат они скифам, которые жили на территории нынешней Ростовской области. Оттуда и доставили драгоценности. Мы сейчас имеем возможность показать единство и различие вот этого громадного скифского мира, который простирался от горных хребтов Алтая и Тувы до берегов Дуная практически, захватывая гигантскую территорию Северного Причерноморья. Скифы были кочевниками, но ученые до сих пор ломают голову в их происхождении. Да и выявить предков этого народа сейчас очень трудно. Однако музееведы заверяют, алтайские скифы были намного симпатичнее, сильнее и тучнее. А те, что жили по соседству с древними греками, атлетичнее. Об этом можно судить по найденным доспехам и даже фрагментам одежды. Мы привезли гарнитуры просто, как рядовых скифов одежду, так и парадную одежду царских скифов у нас были найдены на Дону погребения. К тому же среди экспонатов есть и предметы, соседствовавших со скифами греков. Вот, например, чернолаковая керамика. Эту вазу собирали буквально по частицам. Но большая часть предметов из золота и бронзы. Их везли на Алтай с особым трепетом. Бронза более капризна в отношении климата, например. И есть такие регионы, куда мы не привозим бронзу. Мы привозим золото, но не привозим бронзу. Потому что бронза очень чутка влажности. Ну, например, на Сахалин бронза не путешествовала, да, конечно. Потому что там не бывает влажности меньше, чем 80%. Впрочем, все экспонаты до открытия выставки показывать не торопятся. В музее сохраняют интригу. Но говорят, что интересно будет и мужчинам, и женщинам, и детям. Полностью проникнуться в скифской культуре и посмотреть на золото донских степей можно будет с 16 сентября до 21 ноября в Краевеческом музее. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.